Приветствую вас. Вот как я прочитал ваш вопрос, а у меня появилось сразу такое ощущение, что вы это такая вот прямо трудяга, такой человек, батарейка на которой, на котором держится, условно говоря, вся семья, да, значит, дети там и так далее. Вот как я прочитал вас это сообщение, мне показалось, что уже очень давно вы для себя вообще не живете. Как мне показалось, что живете вы как угодно, но не для себя, к сожалению. То есть вот ситуация ключевая заключается именно в том, что интерес к жизни, интерес к чему-то вот, к тому, что вы хотели бы, к тому, что вы желали бы и прочее, прочее, прочее. Вот интерес пропал, потому что вы не ощущаете себя личностью, вы не ощущаете себя каким-то вот человеком, вы не ощущаете себя индивидуальностью. Индивидуальностью, понимаете, вы чувствуете по сути дела только вот некоторые обязанности, которые у вас есть, и все. Вот обязанности, да, обязанности вы ощущаете, и ощущаете их вы, на мой взгляд, довольно хорошо. Ну а вот, когда вы в последний раз что-то делали для себя. Когда вы в последний раз просто были наедине с собой. Когда вы в последний раз принадлежали сами-сами себе. Когда вы в последний раз чувствовали, что занимаетесь тем, что вам нравится, тем, что вас действительно привлекает. Я понимаю, что у вас есть обязанности, я понимаю, что вы, там, ну вот, должны думать о своей семье, что вы должны, там, думать о своих детях и прочее, прочее, прочее. Я это все прекрасно понимаю. Но и вы тоже постарайтесь понять, что ваши дети, они не становятся счастливее из-за того, что их мама, например, не чувствует себя как-то вот, значит, ну, как-то радостной, довольной и так далее. Связано это с тем, что очень долго вы жили не своими интересами. Связано это с тем, что очень долго вы жили, вообще-то говоря, интересами чужими. Ну вот, может быть, интересами мужа вы жили, может быть, интересами детей вы жили, может быть, вы жили интересами семьи и вот ставили на первое место, на первый план именно интересы семьи, а не свои. А вот где за всем этим, за семьей, за браком, за материнством, за спортом, за отсутствием вредных привычек и так далее, где за всем этим вы? Именно вы? Именно вы? Только вы? Лично вы? Где? Знаете, скажу сейчас вам такую немножечко крамольную вещь. Вредные привычки. Она связана со следующим. Вот вы говорите, у меня нет вредных привычек. Казалось бы, ну, хорошо. Казалось бы, вы молодец. А с другой стороны, что такое вредные привычки? Вредные привычки – это такие действия, такие поведенческие модели, которые позволяют человеку почувствовать себя собой. Которые позволяют почувствовать себя, может быть, немножечко свободнее, может быть, немножечко как-то, знаете, живее. Вот эти самые вредные привычки. И вот возникает вопрос. А у вас никогда не было вредных привычек? Вообще никаких? Или, может быть, были, но вы их подавили? Если подавили, то хотелось бы знать, зачем вы это сделали? Зачем подавляли свои привычки? Какую цель вы преследовали вот в тот момент, когда подавляли свои привычки? Это ведь, понимаете, довольно важный момент на самом деле. Потому что отсутствие вредных привычек на первый взгляд кажется, ну, чем-то таким довольно правильным. Отсутствие вредных привычек на первый взгляд кажется чем-то таким достаточно хорошим, достаточно важным, достаточно интересным, достаточно волевым. Но по большому счету, по большому счету отсутствие вредных привычек – это отсутствие реализации вашей энергии, вашей собственной энергии. Поэтому, да, и отсутствие привычек – это, кстати говоря, еще и отсутствие вашей индивидуальности. То есть, вы просто подумайте, все ваше время, которое у вас есть, свободное, не свободное, вы посвящаетесь ему? Семье, работе, детям, мужу и так далее. А вредные привычки, если они есть, они позволяют вам находиться наедине с собой. То есть, во время вредных привычек, вы находитесь наедине с собой. И это позволяет вам не забывать, кто вы такая, куда вы идете, куда вы стремитесь, чего вы хотите, например, и так далее. Вредные привычки помогают именно этому. У вас их нет. Вы спрашиваете, какие методы есть, вот, собственно, для того, чтобы выйти из вашего состояния? Ответ будет такой. Значит, помимо тех, что вам уже назвали, методы, я бы обязательно дал бы вам такое более конкретное, но более развернутое средство. Оно простое, вы достаточно легко, на мой взгляд, сможете им воспользоваться. Какое это средство? Оставаться наедине с собой. Вот то, что вам нужно делать, это оставаться наедине с собой. Быть наедине с собой, прислушиваться к себе, работать над своими личными границами, сперва в воображении, сперва в сознании, создавать такую некую область в этом сознании, куда не было бы доступа никому кроме вас. Потом создать свой уголок в квартире или где-нибудь еще, где-нибудь еще, чтобы тоже туда не было никому хода кроме вас, чтобы вы чувствовали себя как бы в убежище. Это вот такое, знаете, место отдушины, где вы можете побыть наедине с собой и, значит, где вы можете почувствовать себя естественной, да, где вы можете почувствовать себя свободной по-настоящему. Где вам не нужно играть роль, где вам не нужно пытаться кем-то казаться, кем-то быть, для кого-то быть и для кого-то казаться. Вот это вот является, на мой взгляд, довольно важным элементом вашей проблемы. Это то, что вот на первый взгляд бросается. Вы пишете, что у вас эти проявления, они были и раньше, то есть у вас периодически исчезали как бы мотивы что-то делать. У вас периодически просыпалась апатия. Почему? У человека просыпается апатия, а то, что у вас есть, это именно так и называется апатия. Так вот, у человека просыпается апатия тогда, когда он не чувствует результата от своей деятельности. Вот человек не чувствует результатов, он их не видит, этих результатов. И вот, дана возникает апатия, вы действуете, значит, сейчас, без преувеличения, совершенно точно без преувеличения, вы действуете на эмоциональное выгорание. То есть, что это значит, вы действуете так, как нужно, не как вы хотите, а как нужно, не получая эмоциональной подписки, эмоциональной подзарядки от того, что вы делаете. И в результате происходит такая вот ситуация. Вы говорите, значит, крайне сложно найти мотивацию каким-либо действием. А почему? Почему исчезает мотивация? Потому что, с одной стороны, вам нет смысла делать что-либо. Это не вы. За вас либо уже всё решено, и зачем вам мотивация, если вы хотите или нет будете делать то, что нужно. Либо вы настолько привыкли делать то, что вам не нравится, что вы уже просто-напросто охладели вообще ко всему. Ну, это опять же эмоциональный интеллект, это рефлексия, это отдавание себя счета в том, чего именно я хочу, куда именно я иду и так далее. Вот мотивация, мотивация, это смысл того, что вы делаете. Смысл того, что вы делаете, зависит от форм деятельности, которой вы занимаетесь, формы ваших интересов и так далее. Формы интересов зависят от ваших идей, просто идей, как бы можно было реализовать свои интересы. А уже идеи пресекают из ценностей. Так вот, у меня есть довольно такое сильное подозрение, что вы про свои ценности забыли. Ну, если не сказать, может быть, совсем забыли про свои ценности, то определяли достаточно сильно. То есть вы настолько привыкли свои ценности, может быть, ставить на задний план, настолько вы привыкли свои ценности отодвигать, что уже разрешились прислушиваться к себе, разрешились понимать кто-кто вы, чего хотите. И опять же, ваши ценности, которые у вас есть, это то, с чего вам нужно начинать в первую очередь. То есть самый главный для вас метод сейчас, я бы сказал, это рефлексия. Вот рефлексия для вас это самый правильный, самый важный метод, который вам нужно использовать. Рефлексия и приговаривание о своих переживаниях. Заново, возможно, научение, повторное научение, говорить о себе, о том, чего хочу я, о том, что интересно мне и так далее. Вот это вот то, что вам нужно делать. Вот вы можете заставить список своих интересов, которые вот у вас есть, по вашему мнению, и подумать, сколько из этих интересов вы реализуете. Очень может быть, вам будет сложно ответить себе на вопрос, сколько у вас интересов и какие они. Вот очень может быть, что вам будет сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что это не актуально для вас. Потому что интересы ваши, они для вас не актуальны. Ну и, соответственно, вот это ключевой аспект, который, на мой взгляд, и нужно в первую очередь вам реализовывать. В первую очередь, именно об этом вам и нужно думать. В первую очередь вам нужно с этого начинать. Вам 45 лет. Вы не написали, сколько вы замужем, но, значит, как бы, вы пишете в браке. Мы не написали, сколько вы браке, но довольно, довольно давно. За это время, с понятностью, вы разучились всем этим вещам. Вот нужно заново учиться, либо самостоятельно, по тем направлениям, которые я вам задал, либо, если самостоятельно не можете, то с помощью психолога. Ну, тоже неплохой такой вариант. Будет немножечко быстрее, может быть чуть-чуть дороже, но в данном случае уже каждый человек сам определяет этот момент, этот вопрос. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Обязательно, конечно, вам стоит, мне кажется, это безусловно и вне всякого сомнения, вам нужно посетить врача, пройти медицинское обследование полное, чтобы исключить различного рода заболевания. Хоть вы и говорите, что ваше физическое здоровье в порядке, но тем не менее. Кстати, вот интересно, что вы сказали физическое здоровье, как бы подразумевая, что с психологическим здоровьем у вас, ну, не все в порядке. Если вот я вас правильно понял. Но опять же, что именно, не в порядке. Вы не говорите? Ну, кроме того, у вас отсутствует мотивация что-либо делать. Кстати, отсутствие мотивации что-либо делать связано еще с чрезмерным количеством этой самой мотивации. Когда очень много мотивации, она идет из вне, ну, очень жалко, жалко, вот не какая-то пати. Потому что не знаешь просто за что хлопаться, чего начинать и так далее. Не очень, не очень я уверен, что это про вас, вот в данном случае не очень уверен, что это именно про вас. Но, тем не менее, вполне может быть, вполне может быть, что это, ну, все-таки вот как-то действительно связано с вами. Почему не уверен, потому что, ну, обычно в вашем, в вашей ситуации обычно проблемы немножко другого типа. В вашей ситуации обычно проблемы несколько вообще имеют чуть-чуть. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, это нужно распираться. Ну, вы то есть сами это знаете, вы лучше знаете, что именно у вас, какие проблемы. Что именно послужило вот толчком к тому, чтобы начать терять мотивацию. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительно остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Но желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.